друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр перед вами новинка новинка от компании уми или юми юми и max mini эта версия очень интересная очень интересный смартфон довольно таки ажиотажный на данный момент интересен он тем что в первую очередь тем что он поставляется в небольшом компактном размере эта модель имеет 5 дюймовый дисплей очень прикольный корпус вот такой вот такую вот рифленую крышку поэтому в этом плане все супер и компания постаралась поставляется этот смартфон вот в такой вот коробке стандартная коробка от производителя юми и max mini вы можете посмотреть все его технические характеристики можно сказать что здесь 5 дюймов восьмиядерный процессор 216 памяти 3050 миллиампер аккумулятор и поддержка двух sim карт 3g 4g lte и так далее вот производителя мы получили минимальный комплект это юсб кабелек и зарядка с под нашу розетку сразу без переходников юми и max mini модель компактная модель имеет 5 дюймовый дисплей спереди у нас есть три сенсорных кнопки эти три сенсорных кнопки они вот такого формата средненькая кнопочка home она не подсвечивается а вот по бокам эти кнопочки светятся сразу же скажу что кнопки реализованы как будто для левши потому что я привык держать смартфон вот так и нажимать кнопочку назад вот здесь она реализована здесь ну это не совсем понятный шаг сверху у нас датчик индикатор пропущенных звонков действий датчик приближения освещения разговорный динамик и фронтальная камера хорошего отличного качества на 8 мегапикселей сверху у нас разъем для наушников с этой грани у нас кнопка включения выключения и качелька громкости вверх вниз с этой грани нет ничего снизу у нас разъем micro usb 2.0 и один динамик вот этот вот этот вот динамик рабочий который справа слева динамик это просто решеточка для симметрии для дизайна сзади у нас смартфон выполнен с такой вот рифленая крышечкой он очень приятно лежит в руке 13 мегапиксельная камера микрофон логотип компании yumi рифленая крышка вот такая вот структура ну в общем очень классно выполнен эта модель по корпусу вы могли заметить что во первых он очень тоненький он очень аккуратненький он имеет вот такой вот прикольный дизайн и конструкция монолит на ничего не трещит не люфтит крышка здесь снимается вот так вот но она снимается только для той цели чтобы поставить сюда 2 микросимки карточку памяти ну и чтобы посмотреть на вот этот вот аккумулятор емкость которого составляет 3050 миллиампер часов этот аккумулятор встроенный вот такие вот дела когда первый раз я взял этот смартфон в руки сразу же мне напомнил почему-то он meizu m2 mini именно с ним не хочется сравнивать эту модель в первую очередь потому что на данный момент компактных смартфонов в размере 5 дюймов действительно хороших аппаратов стоящих и по нормальной цене практически на рынке нет если задаться целью купить себе 5 и 5 дюймовую лопату выбор огромный а вот из 5 дюймовых крутых классных производительных смартфонов и по низким ценам практически ничего нет на рынке давайте рассмотрим технические характеристики юми и макс мини во первых набирает эта модель ну не слишком много около 30 тысяч баллов поставляется эта модель сразу же с пятым андроидом здесь очень интересный qualcomm овский процессор snapdragon 615 это средняя ячейка но в принципе производительности этого процессора он у нас 8 ядерный с частотой по 1.5 гигагерц производительности хватает абсолютно для любых задач если вы игроман то в любые современные игрушки вы сможете играть здесь 2 гига оперативной памяти 16 встроенных можно вставить карточку памяти для накопления камера здесь основная на 13 мегапикселей и фронтальная на 8 мульти тач тест здесь у нас смартфон поддерживает 5 точек касаний ну и аккумулятор как я уже говорил здесь 3050 миллиампер nfc технологии нет от г данная модель поддерживает что несомненно плюс касаемо экрана экран здесь очень яркий очень насыщенный это IPS матрица но благодаря софту благодаря прошивке очень 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 похож этот экран на amoled экран цвета такие очень яркие насыщенные ядовитые мне в принципе такие экраны нравятся поэтому я за экран ставлю плюс однозначно мне по кайфу когда вот такие ядовитые сочные краски касаемо звучание смартфона смартфон звучит отлично по моему мнению больше всего конечно мне звучание понравилось в режиме прослушивания музыки через наушники очень громко очень басиста ну все супер я бы слушал музыку в таком смартфоне также очень хорошая связка разговорного динамика и микрофона снизу микрофон супер классно записывает звук не хуже чем там на айфонах и прочих смартфонах ну и внешний динамик тоже звучит неплохо давайте сейчас я вам это продемонстрирую по звучанию нареканий что касается производительности как всегда асфальт 8 snapdragon 615 2 гига оперативной памяти ну здесь никаких проблем не будет но просто чтобы вы в этом убедились я вам сейчас сейчас это продемонстрирую в общем с производительностью никаких проблем нет этот процессор полноценно нормально воспроизводит большинство современных игрушек и запариваться по этому поводу не стоит теперь касательно прошивки эта модель поставляется с завода с хорошей прошивкой в принципе здесь полноценный русский язык есть по настройкам все на русском языке есть настройки жестов есть настройки дисплея дисплея есть возможность включения и выключения индикатора пропущенных звонков событий led индикатора и так далее особо каких-то интересностей по прошивке нет также стоит сказать что есть работает обновление по воздуху как бы это плюс будет выходить новый софт вы сможете всегда обновиться другой вопрос будет ли что-то меняться с этим обновленным софтом но это уже такое дело я знаю что сейчас люди хотят обновляться хотят чтобы их смартфон обновлялся теперь перейдем к gps и gps как всегда тестировал gps в принципе на snapdragon процессорах тестировать одно удовольствие так как gps на них работает просто изумительно я буквально подошел чуть чуть ближе как ну там с расстояния двух метров он начал уже ловить эти спутники глонос спутников здесь нет однако все свои спутники он ловит просто отлично и вы сможете наслаждаться gps навигацией теперь одна из самых главных и важных особенностей этого смартфона yumi и макс мини это аккумулятор который заявлен производителем на 3050 миллиампер часов очень важно было не подкачать в этом плане производителю потому что но акцент огромный на это все делается и я с уверенностью могу сказать что производитель не подкачал и аккумулятор действительно стоящие результаты у меня получились во-первых стоит учитывать что здесь установлено ай-пей ай-пи-эс матрица с разрешением full hd то есть потребляет энергии он больше чем тот же meizu м2 мини со своим hd-шным экраном какие результаты у меня получились в антуту тестере у меня смартфон набрал 5809 баллов в принципе это хороший результат у meizu м2 мини этот результат равняется это где-то вот в районе пяти тысяч пять восемьсот это результат выше среднего однозначно и смартфон в таком режиме будет довольно таки долго держать теперь хочу вам показать результаты воспроизведения видео из ютуба с максимальной яркостью с максимальным звуком то есть у меня был включен вай-фай и так далее то есть в таком режиме у меня смартфон разряжался довольно таки долго это этот процесс у меня занял ой около наверное около шести часов плюс минус сейчас я вам это продемонстрирую вот этот результат я тестировал youtube с максимальной яркостью в общем вы видите по диаграмме что это во сколько это все вылилось со ста процентов до четырех процентов смартфон разрядился примерно за шесть часов даже чуть больше даже больше чем шесть часов это классный показатель это свидетельствует о том что в режиме умеренного пользования смартфоном вы можете рассчитывать где-то на два-три дня нормальной полноценной работы камера мне понравилась здесь 13 мегапиксельная оптика от sony фронталка на восемь мегапикселей принципе снимает классно мне понравилось эти все фотографии я залью и вы сможете это все посмотреть видео записывает формате full hd качество тоже достойное но как по мне как по мне то фотографии он делает лучше чем снимает камера видео поэтому загружу сможете все это посмотреть хотелось бы сказать по настройкам камеры здесь есть принципе интересные менюшки самые разнообразные вот такое вот меню есть возможность ручного режима фотографирования есть настройки непосредственно качество различной экспозиции качество видео включить выглядел микрофон и либо стабилизацию ну в общем с камерой тут можно будет поиграться есть различные hdr режимы съемки панорама и так далее в принципе все я вам сделал обзор на юми и макс мини по моему мнению очень интересная очень достойная модель стоит рассматривать ее для тех людей которые хотят приобрести себе небольшой негабаритный смартфон в размере пяти дюймов эта модель однозначно будет лучше чем meizu m2 mini ну практически по всем параметрам касаемо процессора здесь snapdragon более мощный восьмиядерный здесь все более мощный аккумулятор на 5050 здесь круче камера как по мне здесь hd разрешение экрана с плотностью точек 441 и по дизайну ну что ли то ли мэйзу м2 mini приелся то ли эта модель действительно выполнена в более крутом корпусе в более классном дизайне не знаю да эта модель дороже дороже но она и лучше поэтому кому понравился смартфон кому на замену там же iu g4 с 3 тремя тысячами аккумулятором кому кто не хочет себе большой смартфон фаблет лопату 5 и 5 дюймов вот юми и макс мини это будет супер вариант для вас на этом все спасибо за внимание оставайтесь с нами на канале все новинки в обязательном порядке буду снимать по возможности как можно быстрее анонсируются эти все обзоры и в группу вконтакте поэтому у кого и желание тоже подписывайтесь ну и заходите к нам в интернет-магазин antlife.com.ua для того чтобы купить юми и макс мини по супер классной цене спасибо всего доброго юми и макс мини по супер классной цене юми и макс мини по супер классной цене